Друзья, смотрите внимательно кейс Саши Соловьева. Саша Соловьев, наш резидент, всего полгода. За эти полгода он сделал 2,5 миллиона рублей на эксперте по фитнесу. Это очень интересно, воодушевляюще. Саша, экс-ФСО, он три недели назад уволился из ФСО, а до этого он совмещал работу с ФСО с построением своего мальшкола. 2,5 миллиона рублей за полгода ФСОшник. Саша еще три недели назад был сотрудником ФСО. До этого полгода он совмещал обучение в акселераторе, создание своей онлайн-школы и работу в ФСО. И сейчас он на Бали, это его первая выезд за границу за 12 лет. Как себя чувствуешь на Бали? Да, круто вообще. У нас тут собралась хорошая компания. Солнце, я сам с Астраханской области, и люблю солнце. Тут еще океан, океан. Я вообще никогда не видел на таких виллах, в гостиницах тоже никогда не жил. Но ощущения не переполняют, ты понимаешь. Мне кажется, тут где-то нужно табличку счастья написать, и всем сюда. Прямо мурашки. А ты живешь в новом отеле? Да. ФСО тебя в новом отеле отправляли? Нет. ФСО нам выделяло, по-моему, на сутки где-то 1500, что ли, 1300. А сколько новом отеле стоит в сутки? 9. 9. Это логотип твоей школы. Да. Как называется? Body Like School. То есть, бое, это Body Like, бицуха и school. У тебя вот есть бицуха, видно. Давно ты качок? Ну, я пытался самостоятельно накачаться. Вот, ходил примерно 6 месяцев. Набрал порядка, наверное, 4 килограмм где-то за полгода. Вот. И был только такой опыт. Потом я начал бегать. Ну, понял, что большим как-то не получается стоять самостоятельно. И потом пошел в бег. Это гонки героев. Мы бегали. Просто я бегал полумарафон и 30 километров бегал. И похудел. А потом, с учетом того, что связался вот с такими именитыми профессионалами, вот. И понимаю, смотрю, какие они кейсы сделали на своих учениках. Я понял, что, ну, хочу быть поздоровее. С учетом того, что ты с ними постоянно общаешься и чувствуешь себя маленьким каким-то. Я такой, давайте с вами. Вот через 2 месяца тренировок. Мы сейчас в Новотеле сделали фотографию. Там как раз еще дополнительные эксперты приехали. И все парни такие здоровые. И Серега говорит, Сань, ты себя вообще узнаешь на этой фотографии? И он здоровый стал за 2 месяца. Правильное питание, правильные подготовки, правильных тренировок. Ну, и, конечно, там все. За 2 месяца сколько ты набрал? 7,7 было. 8,8-8,9. То есть ты был помельче, чем даже я? Ну, рост у меня 183, 77. Да, вот, наверное, уже поменьше. Понятно. Каким дрищом, в общем, был? Ну, да, то есть мы сейчас сделали челлендж из дрища в качках. Вот, то есть хочется... Ну, ты понимаешь, что ты внутренне себя как-то по-другому ощущаешь, когда ты чувствуешь такой поздоровее на спорте. Это, ну, прикольно. Ты в акселенаторе полгода? Ну, да, где-то вот с июля. Сколько за это время ты сделал, в общем, денег? 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Значит, расскажи, как вообще принимал решение прийти в акселенатор? То есть ты был в СО, тебе что-то не нравилось? Да, я был в СО, вот, но я пробовал различные направления уже, я не помню, вообще, где-то года 2 назад сидел на диване, и я понял, что, ну, вот, что-то вот не так складывается, так как я хочу... В детстве у нас были мечты у всех, и у меня была Ламборджини. Мечта, вот, и как-то в органах я поняла, что что-то не складывается. Ламборджини не приближается. Да, как-то, вот, и, ну, там у меня была Бронвей, ну, как бы, денег, обычно ты, как бы, зарплата, опять ты же занимаешься, потом зарплату отдаешь, ну, и вот так, как бы, ни вправо, ни влево. Выход за границу нельзя, друзья ездят, вот. И я начал что-то думать. Такие какие-то стандартные бизнесы, они не особо шли, производство пластиковых карт, поставка овощей. Ты пробовал? Из Астрахани, да, как-то пробовал, но не получалось. Зарабатывать каких-то денег, там, какой-то, ну, бизнес, там, туда надо выезжать, а ты никуда выехать не можешь, ты не можешь сидеть за компьютером, тебе надо там встретиться, там поехать, там что-то договориться. Вот. И потом это был, вот, я рассказывал кейс еще на онлайн-среде по сетевому бизнесу. Криптовалют, сетевой бизнес. Да, да. Ну, у меня сейчас есть определенная команда. И вот я тогда начал рассказывать про криптовалюты и понял, что если я постоянно что-то… Про сетевом бизнесе, про криптовалюты? Да, да. И я рассказывал, рассказывал, потом я понимаю, ну, зачем я много раз рассказываю, если что-то можно, может быть, как-то сделать, какой-то курс записать и что-то продать. Вот. И вот момент, на самом деле, как я пришел именно в акселератор, а, я посмотрел «Трансформатор», и у вас было там видео с Портнягиным, и я тогда, давайте, может, они как-то помогут с этим делом. Я был… Это даже январь 2018 года мы вышли. Ну, да. Вы вот были на яхте, плавали. Ага. Январь 2018. Вот. И я подумал, ну, курс я хотел. Я не понимал, что такое школа. И потом, когда я пошел, такой первый был страх, что школа – это же и какая-то обратная связь. То есть, как вы говорите, blended education, такое совместное образование. Вот. Поначалу страшно было, а потом просто я понял, что, ладно, давай отпустим все эмоции, будем делать просто пошагово. Вот. Ну, и вот так я пришел в онлайн образование, а просто посмотрел вебинар. То есть, ты посмотрел сначала выпуск с Димой Портнягиным, потом ты думал, ты посмотрел его сразу или там где-нибудь… Нет. Вот я смотрел Портнягина, я смотрел часто. Вот когда возникла идея курса, я понял, что… И потом еще думал несколько месяцев. Нет. Я посмотрел, потом пришла идея просто курсы записать. Я понял, что к вам могу обратиться. Обратился к вам, посмотрел вебинар. И, ну, как бы решение принимал в течение недели. Может быть, меньше, что надо это попробовать. Вот. Тем более там в сетевом в тот момент был такой спад сильный и такая депрессия, надо что-то менять, уходить. А ты в кредит брал обучение или свои? Нет. Я тогда неплохо заработал на сетевом в криптовалюте и… Реинвестировал? Сразу платил. А ты пришел, ты понимал, какой ниши будешь делать или не понимал еще? Ну, я вот шел с твердым таким практически убеждением, что это будет криптовалюта. Вот. Даже икигай упражнения, когда я выполнял, мне показала криптовалюта. Вот. Но в душе не было какого-то резонанса. Я выписал несколько сфер. Это увеличение прыжка. Ну, вот, кстати, спортсмены, волейболист, баскетболист. Им нужна эта сфера. Вот. И вот это, например, увеличение прыжка. То есть, если ты волейболист, тоже высоко прыгает. То есть, если правильно подобрать методику, я нашел человека, который очень высоко прыгает, и он показывает, как это делать. Вот. Написал нескольким людям, экспертам по криптовалюте. Может быть, это Азам Хаджи, возможно. Вот. Но не ответили. И тоже, как дает акселератор, напиши друзьям своему, как есть друзья какие-то эксперты. Если у тебя нет в первой линии, как бы, друзей, прости через друзей, друзей. Ну, как в сетевом и так дальше. Вот. И мне, говорю, подошел к другу, он спортсмен, говорю, блин, у тебя есть какие-то, ты был фитнес-тренинг, вот, знаменитого. Мне нужен именно знаменитый. Он говорит, ну, вот, есть крутой чувак. Вот. А у него тогда было немного подписчиков. Это было Александр Байков, там, порядка 18. 18 тысяч. Да. 18 тысяч. Но в последующем он уже делал какие-то... Я ему пришел, подготовился, сидел, готовился, как... Есть такая схема быстрого запуска. Я ее выучил. В последующем, как она делается, пришел, открыл ноутбук. Ну, говорю, смотри, вот так у нас будет выглядеть школа. Так, вот так, вот так. Я в акселераторе, это самый большой клуб школ. Мы не сможем проиграть, потому что я всегда задам вопросы, они мне всегда помогут. Угу. Без прогреша ситуация. Он говорит, блин, ну, прикольно все. А, давай. Ну, он писал курсы, уже такие просто разовые курсы с еще одним моим экспертом, будущим, Сергей Миронов. Он знаменитый очень фитнес-блогер. И вот тут такой возник первый момент спорный, когда он рекламирует курсы и моя школа. И тут начался такой... Я говорю, блин, ну, люди не поймут, они в курсы идти или в нашу школу. Я говорю, давай встретимся с Сергеем, пообщаемся и объединиться. Усилили общую школу. Усилили друг друга. Мы встретились с Сергеем, я ему рассказал такую же схему. Вот, и Сергей понравился. А у Сергея сколько подписчиков? Ну, 243 тысячи подписчиков. И больше... Ну, тогда было где-то 208 тысяч на Ютубе. В общем, ты прям, как мы говорим, так ты и сделал. Ну, да. Ты военный, 12 лет в органах, тебе говорят, иди туда. Ты идешь. Там, как бы, думать не надо. Вот. Так и здесь. Мне сказали сделать так, так, так. Я и сделал так, так, так. Одна из таких распространенных ошибок в акселенаторе это своеволе. Ребята начинают изобретать какие-то свои фишки и потом говорят, почему не работают. Один раз мы выступали на трансформацию. Подходит парень и говорит, слушай, можешь разобраться, почему не работает-то? Я говорю, что делаешь? Ну, я сначала даю урок и сразу купите. Я говорю, что мы не учим, это нельзя делать. Так девушке подойти и сказать, давай переспим сразу. Вот. Нужно сначала поухаживать за потенциальным клиентом. Он говорит, ну, а что, я уже за 100 рублей. Я говорю, ну, так а ты что скажешь? Ну, чуть-чуть только сексом займемся. Не сильно. Вот. И вот это своеволие, конечно, это сложно. Учишь людей, они тебе вроде там дали деньги, должны доверять. Нет, начинают свое что-то. Ну да, я тоже считаю, что на первом этапе, с учет того, что у тебя нет опыта знаний, ты доверился. Ты отдал ему 200 тысяч рублей, это, ну, не маленькие деньги, если средняя зарплата по России. Ты отдал, ты должен получить от обучения все. Ты получаешь, когда у тебя есть обороты стабильные, ты можешь что-то фантазировать, у тебя есть запас того, что ты можешь сделать. И тут уже, ну, можно как-то смотреть что-то вправо-влево. А вначале, ну, смысл вправо-влево делать, если не заработать. Так, и ты договорился вот с двумя ребятами, которые из фитнес-индустрии. Да. И как долго вы думали о структуре курса? Ну, в принципе, у них с вами уже была методика, по которой они вели людей до результата. Они в оффлайне вели? Они нет, они вели в онлайн. Они уже пришли в онлайн. Вот. Мы думали, ну, это один из самых сложных было моментов, что включить, как наполнить и как человеку именно донести. То есть там достаточно такой сложный процесс. У нас построение тела на основе анализа в крови. То есть человек должен сдать биохимический анализ крови, общий анализ крови, там, анализы на половые и мужские гормоны, половые и мужские и женские гормоны. И вот это все нужно было включить. Правильно, чтобы человек мог считать питание, калораж, тренировки. Вот это такая система. Ее надо было выстроить. Вот над этим мы подумали. Ну, подумали, с учетом того, что были еще занятые, они уже хорошо зарабатывали, знаменитые, мало было времени. И в начале, ну, там, пришел парень какой-то и говорили, давай создай школу. Ну, было такое чуть-чуть… Попробуем, но там я спрашиваю, ответь мне, там, вот этот, вот это нужно. Ну, такие были задержки какие-то, вот. А потом, когда пошли обороты уже какие-то, уже все понятно, что школа рабочая, схема рабочая, и тут мы уже вникли все в процесс. Начали увлекаться кул. Да. Ну, поэтому мы, может быть, чуть-чуть увеличили процесс создания курса проработки методологии самой. Вы сразу записали вебинар, ну, то есть, вот, вы взяли аудиторию экспертов, вам не нужно было рекламироваться. Да. И анонсировали, что будет вебинар. Провели, там, посты сделали, сториз. Да. Всего регистрации было порядка 600 регистраций пришло на вебинар. ой, порядка, наверное, 280 где-то там, то есть, это порядка 50 процентов. Но это была теплая аудитория, она пришла посмотреть именно, потому что они до этого, ну, если курсы писали, но вебинары не проводили такое живое общение, и людям было очень интересно, они с удовольствием пришли. И первые результаты какие, вот, когда деньги пошли, какое ощущение? Сразу пошли или сначала? Ну, вот, момент был. Ну, во-первых, к первому вебинару, это, я не знаю, это как, ну, первый секс или еще что-то, волнение было невероятное. И у ребят тоже? Ну, они нет, они вебинары, я говорю, пацаны, ну, подготовьтесь, давайте что-нибудь там, они нормально, мы справимся, мы опытные. Я такой, ну, окей. А я сижу рядом за компьютером, блин, сколько придет человек, я открываю, где-то у нас вебинар был 7.15, смотрю, время 6.50, а там уже человек 80. Я думаю, ну все, с этим справились. Первый этап доходим из нормальной конверсии сработали, сидим ждем. И тут начались прерывания связи, интернет плохой, а Прухни, такая платформа, она не дает погрешности на связь. То есть если Бизон еще выруливает эту ситуацию, то здесь нет. И бывали моменты, там, не слышно, не слышно, не слышно, я там разнервничался, конечно, вот. И с учетом того, что презентация была не совсем прям доделана, оплат сразу не было. И я... То есть такой вебинар заканчивается, ты ждешь смс-ки? Да, с телефоном, с смс-ки не приходят, я, блин, что делать? И меня... А вы в одной комнате сидели? А мы в одной комнате. Ну, я виду не подаю, конечно, вот, но... Говорю, так, парни, ладно, сейчас этот прозвоню, посмотрим, что как. И друг позовет на дискотеку, и я такой, блин, не поеду, настроение что-то не очень, блин, тут на вебинар не продали, ничего. Вот. Ну, там WhatsApp уже начали писать, но... Вопросы? Да, да, но оплат не было, вот. И на следующий день я начал прозванивать. Сам прозвонил? Да, начал сам, как учили. Значит, сам прозвонил, первых, чтобы понять вообще, кто, что, как, что хотят, чтобы потом состоять скрипт-менеджер. Я прозваниваю, спрашиваю, начинается потихонечку оплата уже первые, там, пять тысяч, десять тысяч, пятнадцать, пакет за двадцать девять. И я такой, хух, сотка, считай, практически за два дня. Я такой, блин, ну это шикарно. А потом ты, что, ну, то есть, делали какие-то корректировки вебинара? Да, да. То есть, вот я понял, выписал все конверсии. То есть, выписал конверсию сайта, конверсию доходимости до вебинара, сколько досиделось до конца. И понял, что, в принципе, вот здесь такие-то конверсии по презентации. Я не включил слайды с оплатой, ну, скрины, кнопочек именно, что делаете вот так, потом вы оплачиваете вот так, вот так. И когда мы объяснили, люди прям сразу, то есть, я сидел с телефоном, и во время вебинара люди уже концовочки оплачивали. Я понял, что… Это во время второго вебинара? Во время второго вебинара, да. Потом, после второго… Тут уже можно на дискотеку. Да. Потом я еще отправлял несколько раз в акселератор свой вебинар. Я прям задалбливал. Да, экспертам. Говорю, вот. Они мне… Прям вот, соответственно, тебе присылают документы А4, и там прям слайд 9. Исправить это. Слайд 8. Исправить это. Ну, прям как в детском саду, говорю. Я это все исправил. Вот. Добавил еще какие-то сайты, вопросики. Они говорят, вот здесь больше интерактива. То есть, они просмотрели прям вебинар мой и сказали, что вот здесь эксперты там где-то может быть подзатух, где-то еще что-то. Ну, это вот меня максимально порадовало, удивило. Вот. Я это сделал в корректировке и процент еще выше стал. То есть, в принципе, 10% практически они всегда прям оплачивают. Один вебинар мы провели там вообще порядка 30% заявки и там больше 15 оплат. Это мы собрали под 200 тысяч. Сейчас вы вместе делаете в среднем 400 тысяч. Ну да, в среднем где-то так. А какие планы, что сделать, чтобы зарабатывать 4 миллиона? Главное первое, мы запускаем еще несколько курсов. Это женская категория и категория фармакологии. Вот. Ну, фармакологии мы не советуем заниматься без фармакологии, если вы не готовитесь к соревнованиям. Вот. Также мы сделали партнерскую программу из клиники, инвитро, гематез. Мы сделали с инвитро клиники с учетом своего анализа в крови. Каждая ему сдача анализа в крови. Какой-то скидочный? Мы сделали разработанный купон, подписали с ними договор. Наш человек приходит с купоном и получает скидку. Ну и, соответственно, они, с учетом того, что партнерская программа, они нам тоже начисляют процент в конце каждого месяца. И с учетом того, что, ну, большое количество учеников, которые платят по 7 тысяч, то есть большая сумма. Сколько у вас в среднем, сколько за все время людей обучилось? Порядка 250. 250 человек. И, соответственно, они все платят за анализы, это в среднем 7 тысяч рублей. Ну, если говорить про лайтерский пакет, там просто мы даем видео без обратной связи, и человек не всегда сдает анализы крови, то есть это в основном часто покупают тренера, вот, чтобы для повышения какой-то квалификации, потому что, ну, действительно, те люди, которые приходят к нам, такое ощущение, что 90% фитнес-тренеров вообще не знают этой информации, потому что они приходят там с убитым здоровьем, убитыми там коленями, убиты щитовидной железой. То есть, ну, и ты понимаешь, что они просто даже не знали. Ты спрашиваешь, что у тебя, ну, этот человек хочет похудеть. Он приходит в спортзал, и вот что тебе тренер, допустим, спросил? Он говорит, ну, что там я ем? Ну, ты ему сказал, что ешь, а дальше? Ну, все, больше, надо там меньше ем. Ну, так а ты и так не ешь и не худеешь. То есть, он даже не спросил, сдавал ли ты вот эти показатели щитовидной железы. То есть, и ты понимаешь, что человек максимально непрофессионал. А пакеты уже с обратной связью, основанные на анализе, сколько стоят? Минимальный пакет, ой, не минимальный, а средний пакет, это уже у нас есть обратная связь. Там стоит 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Это, на самом деле, очень дешево, мне кажется. Потому что, ну, мне кажется, что индивидуальный подход, он должен стоить, ну, хотя бы 25, а вообще, мне кажется, 50, ну, вашего уровня. Потому что это все же такой, ну, подход. Есть групповой какой-то подход, он может стоить, там, таких денег. Поэтому подписывайтесь на Сашу, и пока еще у них низкие цены покупайте. Ну да, я думаю, мы в скором времени увеличим. Потому что спрос больше, кейсов становится больше, уже какое-то сарафанное радио работает. Вот, ну, и люди выходят, соответственно, с поправленными анализами и с пониманием того, как им что делать. То есть, у нас еще такой процесс идет, как обучение. То есть, человек сам должен разобрать анализы крови, мы их проверяем, и если он неправильно это делает, мы, соответственно, за него корректируем. Человек в последующем может что-то смотреть в свои анализы, что-то понимать, что там написано. И так же питание составить себе. То есть, не просто тебе сказали, ешь 2800 калорий, почему я их должен есть. Ну, вот тебе надо. Он все, забросил тренера и не понимает, как ему считать. А у нас пока он не научится считать калорийность, поддержки, дефицита или профицита, он, соответственно, не перейдет дальше. Частый вопрос. Сколько денег нужно на старте? Сколько ты потратил на то, чтобы стартовать? Я потратил 20000 рублей. Вот это я сделал два сайта по 6000 рублей. Подписной, продающий отдал за смс 1000 рублей, отдал за, по-моему, гид-респонс тоже порядка 1000 рублей. И 6000, по-моему, я отдал маркетологу. Ну, то, что он там тексты прописал? Ну, проработка, да, сайта, еще что-то. Просто этот момент должен был быстро сделать, потому что мы дату вебинара назначили. В принципе, у вас это тоже момент, есть проработки лендингов. Но я вот обратился к нему, не подождал. Ты решил сэкономить время? Да, да. Потому что там надо было уже быстро это все сделать. Вот. А так, в принципе, ну, и ваши потом тоже из кураторов именно по войне, да, мы тоже давали обратно связь. В акселяторе что бы помогло? Соответственно, вот ты говорил, тебе давали обратную часть на вебинар, обратную часть на ланды. Что тебе еще там ценное? Да. Вся система, то есть, я когда пришел, то есть, ну, что такое открытие онлайн-школы? Ну, как бы, непонятно вообще. Есть просто пошаговая система, как, я не знаю, как правила игры, как, ну, там, в каком-либо виде спорте. Или как схема тренировки, которую ты делаешь, и у тебя растут мышцы. Так и здесь. Ты делаешь, там есть 9-10 модулей, ты прошел первый, сделал, прошел второй, сделал, прошел третий. Вот эта система, она, ну, как бы, бесценна с точки зрения знаний, с точки зрения того, что ты, вот, почему из армии боятся все уйти? Потому что ты получаешь специфическое образование, и когда спрашиваешь у человека, почему ты, ну, не нравится же людям, они боятся, потому что говорят, что не найдут себя. А здесь ты получаешь, как за два, ой, за два месяца, за год получаешь, как образование, которое ты можешь применить, с учет того, что IT развивается. Но ты, самое важное, не учишься год, а ты каждый день что-то делаешь и вкладываешь в кирпичик, и у тебя, знаешь, как вот, вы, там, тренируете качаться и правильно кушать, исходя из ваших, из анализов, да, соответственно, мы, исходя из того, на какой этап человек, и даем обратную связь, и тоже у человека растет, там, баланс на счету и на школе тоже. Ну да, то есть система, она просто, ну, максимально бесценна. Сколько у вас сейчас сотрудников в команде? Это, получается, я как продюсер, у нас три эксперта, один менеджер по продажам, один технический специалист, один куратор, который отвечает за анализы крови, и один куратор, который следит за обратной связью, чтобы, потому что мы на начальном этапе, когда много учеников набрали, они пишут, ну, и невозможно ответить, допустим, сразу, и за каким-то хоп человек, там, не получает несколько дней ответа. Тут он создал систему такую, ну, наш менеджер, в которой ты следишь постоянно, что человеку раз в два дня точно или в сутки отвечает. То есть нет такого, что за человек забыли. То есть если кто-то не делает домашки, ему надо звонить, пинать, чтобы вот все доходили именно до результата. Как ты думаешь, у кого может не получиться сделать онлайн-школу? Все ли могут сделать, или все же есть типы людей, у кого может не получиться? Я думаю, единственный, кто может не сделать онлайн-школу, это человек, который не хочет какой-то, ну, другой жизни. То есть у меня есть мотивация изменить, зарабатывать больше. Я пошел, я сделал, есть все для того, чтобы я сделал. Если, ну, я там общался, допустим, по сетевому, когда человека спрашиваешь, допустим, сколько ты хочешь зарабатывать. Если он хочет зарабатывать 30 тысяч, его устраивает, допустим, ну, работать доставщиком пиццы, ну, ну, круто, он кайфует, как бы от этой работы он нашел свой. Ну, а зачем, да, ему? То есть такие не сделают. Ну да, и, знаешь, вот как говорят, я так хочу жизнь изменить, но начни что-нибудь делать. Времени нет. Это вот показатель того, что у человека нету приоритета, нету важности. Там для него важнее время на другое. Время всегда есть. Вопрос, куда вы его инвестируете? У нас есть табличка в конце, как раз-таки, наши презентации. Это Артемий Лебедев написал. Да, по-моему. Да, он написал, как-то он написал. Оставайтесь жив. Да, если вам нужна мотивация, если вас нужно мотивировать, оставайтесь заняться. Да. А когда у тебя Lamborghini появится? Цель стоит, я думаю, через несколько лет. Lamborghini стоит порядка 18 миллионов рублей. Ну, это такое, если брать долгосрок. То есть, ну, все расписано, я такой человек, который визуализирует, прописывает все на бумажке. И с учетом того, что в течение двух лет все поминалось так, как у меня было в голове, то Lamborghini тоже не заставит себя ждать. А 18 миллионов новое стоит? Да. Не так уж и дорого, я думал, они дороже. Первый трафик вы взяли, первых клиентов вы взяли из соцсетей экспертов. Сейчас вы даете рекламу или без рекламы? Да, мы постепенно, вот я тоже такой совет, что аудитория эксперта, она, в принципе, не безгранична, и она будет уменьшаться количество регистраций. И я чуть-чуть поздновато начал привлекать рекламу извне эксперта. Лучше это делать практически на начальном этапе. Вот после первых денег сразу платить этому и следить трафик от экспертов и от не экспертов. Просто когда закончится аудитория экспертов, чтобы ты сразу мог двигаться дальше. Кто у тебя занимается настройкой рекламы? Это таргетолог. Вот, опять же, ну, тоже долго его искали. Вначале, в принципе, таргетолог работал, работал нормально, но через два месяца он перестал работать нормально. Вот. Я обратился к другу своему, который тоже онлайн-школа, тоже учится в акселераторе, тоже в моем потоке. Вот. Он посоветовал человека, который ему делает хорошо. Вот. Ну, там хорошие таргетологи, они в основном всегда заняты. Я ждал, когда он освободится от проекта. И вот сейчас он вошел, у нас два вебинара, и, в принципе, ну, мы втройнее где-то. Если говорить про Роми, то там, ну, наверное, 300 будет. То есть возвратные инвестиции в три раза. Да. Супер. Ты упомянул, что у тебя есть нагруппник. Насколько плотно ты в группе, насколько взаимопомощь у вас там есть? У нас вот тринадцатый, я не знаю, как и других, но вот тринадцатый поток у нас, во-первых, в клубе пяти нулей. У нас уже трое. Вот. Может быть, ну да, трое примерно. Вот. Чат у нас просто максимально активный. Туда скидывают вот все там. Вот лендинг сделал, скинул лендинг. Там смотрят, дают обратную связь. Но я нашел сразу человека, кто уже с предпринимательским опытом он был. Вот. У него школа по стилю в акселераторе. И я с ним начал, как бы, смотреть, потому что он чуть-чуть в тот момент опережал. Потом я его чуть-чуть опередил в декабре. Потом он ехал отдыхать, я его еще чуть-чуть опередил. Сейчас я чуть-чуть отдыхаю, а он у меня. И у нас так. Но в какой-то момент, в месяце через четыре мы, или три, по-моему, списались. И у нас просто оборот в тысячу рублей там был тогда. Больше чем-то. Да. Порядка шестьсот чем-то. У меня шестьсот восемьдесят четыре, у меня там шестьсот восемьдесят три где-то. Супер. Примерно. Как вы сейчас по маркетингу, что вы делаете еще, чтобы привлекать людей? Ну, у нас вот есть таргетированная реклама. Плюс мы сейчас сделали партнерку еще с Грухудом. Тоже договорились. И коробки, которые приносят людям, они открывают. И там наши листовки. Мы сделали пока пробную акцию. Там две тысячи примерно листовок. Посмотрим, как это выйдет. Вот. Делали несколько раз у блогеров рекламу. И плюс сейчас будем запускать YouTube. Канал свой. В основном это просто, ну, мы сейчас тестировали таргетологов. И при увеличении бюджета в таргет мы просто в разы вырастим. Плюс еще подключим ВК. У нас еще ВК дает. А твои личные изменения ты как-то транслируешь в соцсетях? Что ты там преобразился с точки зрения тела? Да. Это челлендж. Это все отслеживается. То есть цели я тоже прописываю. Что надо мне. Вот это, вот это. Ставлю материальные планки. Плюс. Публично ставишь? Да. Да. Плюс, ну, в онлайн среде я выступал. Мне нравится делиться. Ну, у меня внутренне еще потребность какой-то. Это реализация комбинации к выступлению. Где-то. И я всегда помогаю, когда мне спрашивают что-то. Созваниваюсь с другими потоками. То есть, ну… А вебинары как ты строил? Ты представлял эксперта, давал им слово, модерировал? Нет. Вначале была такая идея, когда был один эксперт. Мы с первым договорились, что я буду продающую часть и вступление. Вот. Но когда появился второй эксперт, я думаю, ну, три человека, которые будут на вебинаре, ну, слишком много. Я думаю, два – это самый оптимальный вариант. И они максимально друг друга дополняют. Они сами друзья уже с детства. И они прям круты. То есть, они между собой что-то там, шутки какие-то из аудитории. Просто, ну, очень живое общение получается. Поэтому я даже не влазил. Создать твоим результатам. Спасибо большое. Надеюсь, через пару лет Дашке покататься на своем ламбардин. 100%. Ребята, кто хочет создать свою онлайн-школу, здесь под видео есть ссылочка на наш мастер-класс бесплатный «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Вот как Саша, он нашел эксперта и его продвигает, и они делят деньги. Так же можете сделать и вы. Так же там будет ссылочка на бесплатную консультацию. Вы можете звонить с менеджером, он вам посоветует, расскажет, ответит на вопросы. Идите, регистрируйте, кликайте, заполняйте информацию. И увидимся в акселераторе. Друзья, спасибо. Спасибо, Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...